Потому что это очень важно, иначе мы можем взбивать с мыслей людей, которые нас слушают. Идем дальше. Значит, в статье 13 федерального закона появляется профессиональная образовательная программа. И вот видите, четвертый пункт это профессиональная, а в пятом пункте она уже называется основная профессиональная образовательная программа. И уже дальше, посмотрите, пункт шестой, речь идет об основной профессиональной образовательной программе для высшего образования. То есть адаптируемые АОП-ОП. Ну кто-то уже говорит АОП. Мне это не очень нравится, откровенно говоря. Наверное, лучше говорить, адаптированная основная профессиональная образовательная программа. Значит, типы организаций. И, соответственно, организация высшего образования реализует образовательную программу высшего образования. Вот приказ, на который я вас хочу сориентировать. Значит, данный приказ, номер 1367, определяет порядок организации и осуществления образовательной деятельности. В самом начале, видите, у нас этот порядок организации и осуществления образовательной деятельности ориентирован на образовательную организацию, которая реализует программу бакалавриата, специалитета, программу магистратуры. И посмотрите, пожалуйста, в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я вот в своей презентации пыталась сосредоточить ответы на все заданные вопросы. Так, при осуществлении образовательной деятельности обеспечивают проведение учебных занятий, проведение практик, контроля качества освоения, контроль успеваемости, текущую промежуточную аттестацию, ну и, соответственно, итоговую, государственную итоговую аттестацию обучающихся. То есть это весь комплект документов, которые мы планируем, если мы адаптируем... Продолжение следует... 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 То есть, ну, естественно, об этом уже тоже не раз говорили, что занятия по физической культуре, по физической подготовке, они не должны проходить в такой форме, а должны использоваться какие-либо альтернативные формы. Например, это могут быть занятия настольным теннисом для людей, у которых нарушение опорно-двигательного аппарата, ну, и массу других. Вот в этой связи хочу вам сказать, что Новосибирский государственный технический университет очень интересное занятие по физической культуре в высшей школе. Есть этот очень хороший опыт, можно его на сайте этой организации найти. Созвониться с преподавателями, которые ведут физическую культуру, с ними переговорить, они этим опытом поделятся. Значит, образовательная программа, организация, разработка и реализация образовательных программ – это комплекс вот этих мероприятий, которые включаются в состав образовательной программы по решению организации. Вот сейчас очень многое зависит от образовательной организации. Понимаете, да? Здесь полномочия образовательной организации очень широкие. Вон 14-е. Планируемые результаты. Вот относительно этого тоже был вопрос, да, компетенция, общая компетенция и дополнительные профессиональные компетенции. Значит, мы формируем, и мы это в рабочей программе дисциплины указываем. Помните, коллеги, да, когда пишем, что мы формируем компетенции, а потом мы формируем знамое, умение, навыки и опыт деятельности, да? То есть студент в процессе усвоения дисциплины должен приобрести опыт определенной профессиональной деятельности, которая предусмотрена этой дисциплиной. Рабочая программа, и я здесь обращаю ваше внимание на фонд оценочных средств, потому что был такой вопрос касательно фонда оценочных средств. Как адаптировать, да? Значит, вот в этом приказе, как адаптировать фонд оценочных средств, вы тоже можете найти информацию. Для нозологии, нарушения зрения, слуха и нарушения опорно-двигательного аппарата. Значит, кроме этого, в рабочей программе дисциплины, вот где мы должны, в какой части рабочей программы дисциплины мы должны написать, что студент с инвалидностью должен выполнить определенные ваши задания, это может быть раздел методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. И посмотрите, пожалуйста, мы включаем туда программное обеспечение и описание материально-технической базы. Вот все, что у вас есть для студентов с нарушением зрения, для студентов с нарушением слуха, какая дополнительная техника, приспособления, все мы отражаем в рабочей программе дисциплины именно в части описания материально-технической базы. И обратите внимание, что рабочая программа дисциплины может быть дополнена образовательной организацией иными сведениями. То есть вы можете дополнительно при составлении рабочей программы по своей дисциплине, можете дополнительно внести какие-то разделы, если они необходимы для студента с инвалидностью. А еще обратите, пожалуйста, внимание, что перечень ресурсов, мы указываем также перечень ресурсов информационной сети интернет, которые необходимы для своей недисциплины модуля. Потому что некоторые сейчас очень активно используют электронные базы, библиотек различных, некоторые вузы, и, соответственно, эту информацию можно и нужно в рабочей программе дисциплины указывать. Программа практики – это тоже очень актуальный вопрос для буманитариев или для направления психолого-педагогического образования. Как правило, практика показывает, что эти вузы на практику своих студентов с инвалидностью направляют в образовательные организации, в которых создана доступная среда. Вы знаете, что общеобразовательные школы получили финансирование дополнительное, установили пандусы, создали там необходимые специальные условия. Соответственно, вот есть такой опыт, когда заключается договор о практике именно с такими образовательными организациями, и студенты, педагоги, психологи проходят практику именно на базе этих образовательных учреждений. И, естественно, в программе практики мы тоже должны это указать, чтобы студент с инвалидностью понимал, где ему предстоит проходить эту практику, и что на этой базе практики созданы необходимые условия. Далее фонд оценочных средств. Он тоже должен быть адаптирован для студентов с инвалидностью для проведения промежуточной аттестации. Материально-техническая база и фонд оценочных средств по практике тоже самое, потому что по практике мы такую же рабочую программу составляем. Так ведь, помните? И опять-таки, коллеги, обратите внимание, организация может включить в состав программы практики иные сведения или материалы. Если вы считаете это нужным, вполне сегодня нормативно-правовая база позволяет это делать. Так. Порядок разработки утверждения образовательных программ устанавливается организацией. И посмотрите, пожалуйста, информация об образовательной программе размещается на официальном сайте организации в сети интернет. Это говорит о том, что адаптированные образовательные программы тоже должны быть на сайте нашего университета, чтобы абитуриент с инвалидностью понимал, что он имеет возможность поступить в университет. И как у нас сегодня с утра была ситуация, да, значит, иметь возможность не только поступить, но учиться и закончить этот университет. Так. Средства, методы и средства обучения определяются организацией самостоятельно с учетом индивидуальных возможностей. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь в приказе тоже есть разграничения, есть инвалиды и есть лица с ограниченными возможностями здоровья. Так. Значит, ну это по прикладному бакалавриату, по программам среднего профессионального образования. Кстати, у вас есть методические рекомендации по организации образовательного процесса, которые были подписаны тоже в 2013 году. и там вы можете найти полную информацию о том, каким образом должна быть обеспечена образовательная среда. Коллеги, здесь на слайде нет, я просто говорю вам, проговариваю вслух, что есть такой нормативный документ для среднего профессионального образования, как и для высшего, который для среднего профессионального образования в 2013 году появился, для высшего, это методические рекомендации Климова, они в 2014 году появились и были разосланы всем образовательным организациям. А? Да, из Золотарева. Да, я вот об этом тоже хотела сказать. Коллеги, обращаю ваше внимание, что перевод или сетевая форма организации образовательного процесса, это на тот случай, если, допустим, у вас нет тифлопедагога или сурдопереводчика, но вы знаете, что в общественной организации инвалидов, которые находятся на территории города или района, где вы работаете, где функционирует эта образовательная организация, есть организация и заключен договор о сетевой форме реализации образовательной программы или договор о партнерстве можно заключить. Вы должны проинформировать студента и, соответственно, заручиться письменным согласием. Организация образовательного процесса с сочетанием и использованием сетевых форм реализации определяется также и локальными нормативными актами организации. То есть у вас должна быть, это был вопрос по тем локальным нормативным документам, которые должны быть в организации. Вот мы их, да, я не стала отвечать на каждый вопрос, я пыталась собрать это все в едино, ссылаясь на нормативную базу, которая сегодня есть. Значит, обратите внимание, что мы можем увеличить срок, об этом говорят, и опять обращаю ваше внимание, нет только категории, обучающиеся с ОВЗ, есть и инвалид, видите, да, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, не обязательно с письменного заявления обучающегося. Форма, система оценки, порядок проведения, итоговая, промежуточная аттестация. Был такой случай на практике, да, студент ко мне подходит и говорит, вот слышала инклюзивное образование, вот, и есть какие-то специальные условия, особые условия, которые ВУЗ должен создать. Вот объясните мне, пожалуйста, для итоговой аттестации, то есть она отучилась 4 года, ничего не требовала, никаких специальных условий, а вот когда пришло время итоговой аттестации, она вот захотела эти особые условия. Ну, я объяснила, что из себя представляют эти особые условия. Это дополнительное время для подготовки, да, значит, ассистент или тьютер, ну, и все остальное в обычном режиме, те же вопросы, тот же объем, ну, и она, конечно, была очень разочарована этим, потому что она ожидала от меня что-то другое услышать, там какие-то поблажки, да, какой-то, может быть, ну, не такой объем вопросов, как для всех, ну, и так далее. А тут получается, что в том же объеме только дополнительное время и дополнительная помощь, если она необходима. Четвертый раздел, коллеги, он вообще весь посвящен особенностям организации образовательного процесса для инвалидов и лиц ОВЗ. Для инвалидов индивидуальная программа реабилитации, поскольку на тот момент еще не вступил в силу закон, который ввел новое понятие индивидуальная программа реабилитации и обилитации, помните, да? Раньше это было просто и ПР, теперь это и ПРА. Вот, так что, если студенты приходят с индивидуальной программой реабилитации и обилитации, это одно и то же, просто изменилось содержание и название. Значит, обучение осуществляется на основе образовательных программ, которые адаптированы, то есть идет, я полностью скопировала то, что есть в этом разделе. И обращаю ваше внимание, пожалуйста, вот был вопрос относительно того, что вот по зрению из слабовидящих, мы здесь много чего говорили в аудитории, да? А вот по слуху мы ничего не сказали. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что это именно вы его задавали, да, коллега? Да, вот есть в этом документе все необходимые условия, которые касаются этой категории. По слуху и нарушения опорно-двигательного аппарата. Что, какие требования мы должны соблюсти? Пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, лифты, стойки, стойк барьеров, то есть вот эта вот стойка барьер, да, должна быть ниже расположена, есть для этого специальные требования, чтобы студент на коляске мог подъехать, например, в библиотеке, да, мог подъехать и получить необходимую для него книгу, учебник, учебное пособие и так далее. Совместно в отдельных группах или в отдельных организациях может осуществляться образование обучающихся с ОВЗ. Специальные, бесплатно специальные учебники, учебные пособия, учебная литература и бесплатные услуги сурдопереводчиков и тифло-сурдопереводчиков. Возвращаюсь к федеральному закону об образовании, потому что обращаю ваше внимание на экспертизу, да, и вот сегодня уже Светлана Валерьевна говорила о реестре этих адаптированных программ. И посмотрите, пожалуйста, эта информация действительно будет общедоступна и будет решать, снимать многие проблемы. Сетевая форма, еще раз обращаю ваше внимание, это статья 15 федерального закона. Мы можем привлекать иные партнерские организации для того, чтобы использовать их ресурсы для организации образовательной деятельности. Причем, обратите внимание, что это научные организации, медицинские, и даже законодатель нас не ограничивает, он говорит, иные организации, которые обладают ресурсами. А сегодня общественные организации, Баусов уже об этом говорил в первый день, действительно обладают очень большими мощными ресурсами. Имеется в виду родительские организации инвалидов, которые детей с инвалидностью, родители, которые воспитывают детей с инвалидностью. Они иногда обладают очень уникальной информацией, потому что они постоянно со своим ребенком, они постоянно повышают свою квалификацию, и многому даже нас с вами могут научить. Поэтому не пренебрегайте этими ресурсами, мы это все можем использовать в свое благо. Так, значит, совместно разрабатывают, утверждают образовательные программы, но вряд ли сетевая организация, которая по сетевому взаимодействию с вами работает, вряд ли общественная организация будет заниматься составлением образовательной программы вместе с вами. Скорее всего, вы ее составите, им покажете, согласуете, но они могут высказать экспертную, дать свою экспертную оценку в некоторой части этой программы. Это информация общая, что в договоре вы составляете договоры, что в договоре необходимо прописать, все есть в нормативном документе, можно ссылаться на него. И в заключение, уважаемые коллеги, я вот привела вам еще один федеральный закон, о котором очень часто мы забываем, по крайней мере, мы его не произносим. Это 181-й федеральный закон, который 24 ноября 1995 года был принят. Я нашла ту редакцию, которая действовала на вчерашний день. Там есть некоторые изменения, я хочу, чтобы вы обратились к содержанию этого закона, еще раз его прочитали, посмотрели, какие изменения там есть. Они связаны с организацией социального обслуживания, поскольку вышел новый федеральный закон о социальном обслуживании, и теперь не только государственные учреждения социального обслуживания могут предоставлять социальные услуги и негосударственные, но и ряд других новшеств, которые появились в связи с принятием этого закона. Так, ну, а, вот был, да, тоже, почему этот пункт закона я привела, потому что был вопрос, что МПК обслуживает у нас только до 18 лет, а бывают ситуации, когда ребенок инвалид до 18 лет, а 18 лет нужно пройти переосвидетельствование, соответственно, может случиться так, что инвалидность снимают, но болезнь у ребенка сохраняется. порядок условий, пожалуйста, они обновились, кстати, коллеги, можно почитать, для, чтобы вы получили более полную информацию. А, вот, осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, да, порядок и условия, можете пройти по ссылке и всю новую информацию о признании лица инвалидом получить. Недопустимость дискриминации, кстати, появилась эта статья новая на момент, в 95-м году и на начале 2000-го года этой статьи не было, она вот буквально в 2013-м году была внесена в содержание этого федерального закона. И, естественно, бывают случаи на практике, когда мама, воспитывающая ребенка с инвалидностью, ну, это, наверное, практика больше регионов, когда наступает время идти в образовательную организацию, общую образовательную организацию, да, это с высшим образованием сейчас не связано. Бывают ситуации, когда мама приходит, пишет заявление, а директор говорит, вы знаете, у нас нет, у нас желающего преподавателя, который бы пошел в первый класс и, ну, умел работать с ребенком-инвалидом, да, вот он прошел 72 часа курса повышения квалификации, но он все равно психологически не готов к взаимодействию с ребенком и очень часто такое в регионах бывает, отказывают. Коллеги, имейте в виду, что это дискриминация по принципу, по признаку инвалидности и, соответственно, есть ответственность юридическая может наступить в отношении, ну, конечно, администрации школы, не вас, как преподавателя. Но вообще, обратите внимание, есть такая статья «Дискриминация по признаку инвалидности». Нет, они говорят, а да, они говорят, лучше вы идите там в другую школу, вот там рядом по соседству, через... Ну, да. Так, вот статья 19 «Образование инвалидов», в том числе и профессиональное образование, профессиональное обучение, это ссылкой на то, что звучит иногда, что в федеральном законе об образовании нет категории инвалида, да, как таковой. И, соответственно, я даже, знаете, видела, коллеги, изменения в федеральный закон об образовании, ну, предлагалось вносить изменения в этот федеральный закон об образовании, и, значит, категорию «Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья» приравнивают к инвалидам, да, вот, видела я вот это, ну, я не на стороне этого абсолютно, я просто хочу сказать, что это две категории, и Министерство образования понимает о том, что ОВЗ и инвалид это не одни и те же обучающиеся. И в том же федеральном законе 181, да, коллеги, обратите внимание, в 2014 году появилась адаптированная образовательная программа, которая принимается в соответствии с ИПРА, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Все, что есть в федеральном законе, да, в порядке, есть и в федеральном законе о социальной защите инвалидов. Я постаралась ответить на все вопросы, которые были в этом списке. законно 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 как приказ. Федеральный закон об образовании, я не открываю вам Америки сегодня, это очень часто мы об этом говорим. Единственное, я пыталась соотнести вот эти три закон, три нормативных акта, два закона и приказ, для того, чтобы показать вам, что, во-первых, это не две одинаковые категории, и, во-вторых, адаптированные образовательные программы, это те профессиональные программы, которые мы реализуем. Полный пакет документов с практикой, с физической культурой, с рабочими программами дисциплин. Спасибо за внимание. Презентация, а, кстати, я на, в папке у меня есть эти документы, если они вам нужны, чтобы не искать, но вообще имейте в виду, что в них вносятся постоянные изменения, лучше брать обновленные варианты, чтобы учитывать те изменения, которые происходят. Спасибо. Вот Ольга Анатольевна подошла, да, я передаю микрофон. Пожалуйста. Угу. Да, конечно, обязаны принимать, иначе это дискриминация. Наступает юридическая ответственность. В случае, если мы отказываем. Юль, я подойду и в чате напишу ответы, если еще будут, или комментарии, да, свои. Ольга Анатольевна Серебряникова, проектирование. Куда прицепить лучше? Давайте вот проще. Ну, Да. Слышно? Юль, узнай, слышно в нашем слушателе. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня слышно, но я достаточно громко разговариваю, поэтому я думаю, надеюсь, что всем будет слышно и понятно. У нас с вами сегодня, ну, сначала представлюсь, наверное, с кем-то я, уже знакома, встречалась в рамках различных мероприятий, связанных с реализацией программы по развитию инклюзивного образования, в том числе высшего образования и реализации новых программ, про которые, наверное, коллеги уже достаточно долго вам говорили про доступную среду, про межведомственный комплексный план и так далее. Развитие таких центров компетенции, которые поможут нам системно подойти к решению вопросов инклюзивного образования, ну, в нашей самой стране. Я думаю, что здесь у нас достаточно такая уже прогрессивная аудитория, которая не год и не два, наверное, занимается этими вопросами, у вас есть собственный опыт, который уже наработан и имеется какие-то свои мнения, проблемы, которые вы выделяете, наверное, в своей работе, какие-то, наверное, все-таки прогрессивные практики, я бы так сказала, потому что, к сожалению, у нас на сегодняшний момент отсутствует такую, ну, не знаю, область общения постоянного, в которой мы можем как делиться своим опытом, так и черпать тот практический, не какой-то такой, знаете, философский опыт решения задачи, а именно практический, который нам нужен с вами в повседневной жизни, в практике решения конкретных вопросов, взаимодействия как с нашими студентами, с особенностями, так с их родителями, соответственно, и в практике решения межведомственных проблем, связанных с организацией процесса, наверное, решения подходов к формированию доступной среды и качества образования. Как показывает практика, одному самостоятельно решить вопросы невозможно, все равно нам приходится заимствовать чьи-то ресурсы, в том числе и человеческие, которые обладают определенными компетенциями. У нас сегодня в качестве заключительного варианта такой, ну, я бы, наверное, провела это в формате вопросов-ответов, каких-то комментариев, у нас тема проектирования проектов разработки ресурсных центров, которые у вас есть в качестве задания итоговой аттестации по данным курсам повышения квалификации. В общий момент, наверное, я прокомментирую, на что бы хотелось обратить ваше внимание, и если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, задавайте любые или, в принципе, касающиеся данной проблемы, темы и так далее. Я постараюсь ответить на эти все вопросы в нашем с вами диалоге. Соответственно, что бы хотелось сказать вначале? Ну, поскольку, почему мы выбрали формат проектирования, почему просим вас написать такой, ну, понятно, что это не, скажем так, совсем уже полноценный проект, огромным там, не знаю, томом и всем остальным, это скорее такой первый срез общих моментов, обобщенных ваших практик, чтобы понять, насколько ваша деятельность на сегодняшний момент имеет какую-то точку отправную, скажем так, точку развития, точку роста, которую можно вкладывать, и как вы сами себе это оцениваете. На самом деле, это очень важно. Как показывает на сегодняшний день, ну, даже мой опыт взаимодействия с организациями, вузами, мы на уровне, наверное, межличностного взаимодействия общаемся, а на уровне именно такого системного взаимодействия, может быть, каких-то вещей, ну, на мой взгляд, это еще в определенном практике нужно складываться, выстраивать эти отношения и, наверное, каким-то образом совместно решать наши совместные проблемы. Как раз-таки решение вопросов, которые заложены в рамках реализации государственного задания и комплексного плана, они связаны с тем, чтобы найти ту площадку для решения вопросов, любых вопросов, которые не всегда можно задать, там, не знаю, руководству, но найти ответы на эти вопросы в режиме консультирования, в режиме диалога, в режиме ответов ссылок на конкретные разработки, нормативные документы, базу данных и так далее. Возвращаясь к проектированию, почему проект и что бы хотелось там увидеть? Ну, структура, фактически, она обычная для вас, я не думаю, что проектные практики являются инновационным подходом, это все у нас, особенно, наверное, сфера решения проблем с трудными жизненными ситуациями, у нас без проектов жить вообще невозможно, потому что все дополнительное какое-то финансирование, которое вы получаете в своей работе, оно связано с реализацией проектных инициатив, выигрыванием тех или иных проектов, защитой и все остальное. Поэтому здесь я ничего нового для вас не скажу. Единственное, наверное, на что бы хотелось обратить внимание, поскольку цель анализа ваших проектов заключается в понимании вашего опыта и вашей компетентности, максимально представить очень четкий информационный пласт структурированный, о том, каким потенциалом обладает ваша организация, ваш центр внутри УЗа, или, допустим, ваше структурное подразделение, потому что сейчас, к сожалению, пока единой системы названий у нас нет, каждый университет называется структурное подразделение в силу того, как считает нужным, по большому счету, и исходя из того опыта и практик, которые реализуются. Чаще всего это идет такой заявительный характер, который у нас сформировался по мере работы непосредственно со студентами, по большому счету. Сейчас, конечно же, коллеги вам рассказывали про какие-то, наверное, системные вещи, на которые мы постараемся перейти, выстроить какую-то, ну, я не могу сказать, что она будет единообразная модель, в любой модели есть базовая часть, есть вариативные какие-то моменты, которые будут у нас меняться, но, по крайней мере, мы хотим сделать такой ресурс, который позволит пользоваться им специалистом, у которого есть разные запросы. Понятно, что вся система образования у нас сквозным образом разделена на блоки, мы их выделяем, это и профориентация, это и организация обучения, сопровождение и содействия в трудоустройстве в дальнейшем, как бы от этого никуда не деться, это у нас сейчас везде вменяют Министерство образования, как бы сверху оно делегирует это вам, как ВУЗам, которые занимаются решением этих вопросов. Ну, и параллельно, естественно, как бы есть момент, связанный с тем, что оценивается степень, как бы, квалификации, не знаю, насколько это правомерно ВУЗа, по тому, насколько их выпускники востребованы. Это тоже такая связка существует, по большому счету. Поэтому здесь постарайтесь, пожалуйста, в учете и разработке проекта вашего центра, который у вас в качестве задания, вашей деятельности, указать те варианты направлений, которые с вашей точки зрения являются оптимальными и соответствуют запросу именно в практике, в которой вы работаете. Это, да, есть вводная информация, которая вам дается, безусловно, вы можете ее учитывать, как бы, ну, это нормативные вещи, никуда-то какой-то отправной этап он присутствует. Но в дальнейшем хотелось бы все-таки, чтобы это была ваша специфика, ваш региональный определенный уже наработанный опыт. Как сейчас уже показал опыт взаимодействия, что в зависимости от региона, от ВУЗа, от его масштабов, от его, не знаю, практики работы сильно отличается. Даже система сопровождения, которую вы описываете или реализуете, она тоже имеет свои нюансы, уклоны в одну или в ту степь. Конечно, есть разные мнения, что это будет отличаться в зависимости от того, какое направление подготовки, там, техническое либо гуманитарное. Но все равно хотелось бы, поскольку мы хотим прийти к какому-то мнению, которое можно тиражировать в дальнейшем и реализовывать это с точки зрения практик 17-го, 18-го и в дальнейшем в опыте. Поэтому как раз таки ваши проекты для нас будут являться определенным таким индикатором того, что на сегодняшний момент нужно делать и в какую сторону нужно двигаться. Сейчас у нас 16-й год, это год, в котором мы пытаемся проанализировать все, что есть разными способами в рамках разных проектов и заданий разным вузам. Так раз таки, я думаю, что часть из вас принимала участие в каких-то общественных обсуждениях, которые реализовывались вузами, выигравшими различные государственные контракты по обсуждению. Очень пристально уделяется внимание теме обучения, инклюзивного обучения инвалидов. По этому поводу в профессиональном сообществе есть очень много споров, очень много моделей, но хотелось бы понимать, что да, уникальные практики, они имеют место быть, но все равно хотелось бы для того, чтобы поднимать и развивать вузы, которые начинают этим заниматься, иметь какую-то такую, ну, наверное, базовую часть, которая стала бы для них отправным шагом. И здесь это очень важно на самом деле. Поэтому мы хотели, чтобы в рамках ваших проектов вы попытались отразить сутевые вещи. Это первый, наверное, такой важный момент. Второй нюанс, на который я бы хотела обратить ваше внимание, постоянно возвращаемся к этому, это элементы межведомственного взаимодействия. Я думаю, что все в своей жизни и в практике самостоятельно что-то решить одному достаточно сложно, у кого-то привлекаете. Даже налаживая контакты со школами, налаживая контакты, там, не знаю, с базами практик, куда ваши студенты идут в качестве в образовательном процессе на практику, вы решаете не только образовательные проблемы, но и проблемы сопровождения, реализации этой деятельности. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то моменты, связанные с тем, с кем вы уже сотрудничаете, в каких направлениях, что это вам дает и зачем это нужно. Потому что те, кто этим занимается, для них это очевидно. Это как бы вот, ну, из серии как дышать. Вы спокойно к этому относитесь, у вас уже это есть, вы на это не обращаете внимания, вы спокойно как бы реализуете свою работу. Те, кто начинают входить в это пространство, для них непонятно, зачем. Зачем я должен, не знаю, делать вот это, зачем мне нужно вот это, в чем результаты и в чем значимость той или иной работы, зачем я должен распыляться. Ну, как бы это тоже определенный момент, и для того, чтобы аргументировать эту позицию, рассказать о том, что все-таки решение тех или иных задач не позволит нам только через совместное взаимодействие, потому что это и нормативные, есть нюансы, которые, натыкаясь один закон над другой, мы приходим к какому-то дисбалансу или еще есть какие-то практические вещи, мы хотим реализовать вот это, но, к сожалению, в реальной жизни это у нас не получается. То есть как раз таки вашими работами хотелось бы получить такую обратную связь. То есть для нас это определенная форма обратной связи, понимание того, как это должно быть, должно развиваться. Единственное, на что, наверное, обратило бы внимание, пожалуйста, сформулируйте, что для нас тоже очень важно, как вы видите систему оценивания работы по реализации тех направлений, которые вы выделяете. Это камень преткновения на сегодняшний момент. Потому что, допустим, ну, коллеги, наверное, вам говорили, в межведомственном комплексном плане выделены показатели эффективности реализации действий. Это увеличение количества абитуриентов с инвалидностью, поступающих в высшее учебное заведение. Это увеличение процента успешно завершивших образовательный процесс, по большому счету. И это повышение процента трудоустроившихся по имеющих диплом, то есть выпускников. То есть в разных степени там градации и так далее. Понятно, что здесь есть разные мнения. То есть вопрос, надо ли кому, насколько велика мотивация самих наших студентов, насколько, как они ориентированы. Здесь мы сталкиваемся с разными проблемами. И, опять-таки, ограничения по здоровью это тоже определенный элемент, может быть, даже невозможности долгосрочного планирования перспектив своей деятельности и так далее. Поэтому здесь нам бы хотелось увидеть, как вы считаете, как бы вы оценили каким критерием вы бы оценили ту деятельность, которую вы предлагаете в рамках реализации ваших проектов. Потому что всегда проще ориентироваться на ту систему оценивания, которую вы предлагаете сами, а не брать какой-то шаблон извне, который вполне возможно по вашим параметрам не подходит или не показывает реальную практику. Ну вот я сейчас говорю о тех, которые у вас по заданию фактически. У вас же тоже задание есть в реализации деятельности? Вот смотрите, у вас написано на реализации. Да. Но дорожная карта реализуется в любом случае с точки зрения показателей и направления работы. Поэтому здесь вы все равно это пишете. Но в дорожной карте у нас прописываются задачи, по большому счету цели задачи, мероприятия и реализация. И оценка этого всего. Вы же результаты пишете мероприятия в дорожной карте. На мой взгляд, для того, чтобы эти требования нам обучивать, надо было как-то в начале нашего повышения квалификации как-то вот эти все критерии представить. Ну вот смотрите. На последние два часа переделать все в соответствии. Я не прошу вас, чтобы вы сейчас переделывали что-то. Я прошу как бы указать какие-то практически значимые моменты, которые для вас важны. Я думаю, что вы интуитивно, когда писали свои дорожные карты и все остальное, это учитывали. Плюс еще есть тот нюанс, который у нас предполагается в качестве оценивания всего проекта. То есть если у вас это есть, замечательно. Мы тут начинаем работать, поэтому на 8 лет не надо. Я это понимаю. Я почему я обращаюсь к аудитории, потому что есть нюансы. У кого-то есть большой опыт, у кого-то начальный опыт реализации этой деятельности. Это на самом деле нормально. Но как показали допустим этапы взаимодействия с коллегами, они говорят, мы как новички можем задавать те значимые вопросы, которые для вас являются, ну если само собой разумеющими, вы на них не обращаете внимания. Поэтому ваше мнение как новичков, вы начинаете работать, оно это такой показатель, по которому мы можем понять насколько правильно ли мы транслируем свои требования, понятны ли они вам, тем, кому только начинаются. Это очень значимо. Конечно. Конечно. Безусловно. Здесь вы должны понимать, что любая обратная связь у нас всегда имеет место быть. Каждый проект, который у вас сдается, он будет оценен и будет, соответственно, у вас рекомендация, на что обратить внимание в работе. Я не могу сказать, что мы это сделаем максимально быстро и подробно, но в любом случае мы выстраиваем систему коммуникации для того, чтобы понимать, что и как. Сейчас на первом этапе мы получим вашу работу, посмотрим, оценим ее, напишем свои рекомендации. Вас вы получите на руки. Если у вас возникнут вопросы в системе консультирования, мы будем продолжать эту систему взаимодействия. Я думаю, что на курсах коллеги вам говорили, что мы сейчас пытаемся выстроить какие-то нюансы, связанные с формированием, наверное, сообщества, практиков. Поэтому для нас это значимо. Вы все это, конечно, обратно в связь получите. Поэтому здесь, пожалуйста, обращайте внимание. Какие-то еще вопросы по поводу этих нюансов есть? Что-то смущает? Нет? Но, к сожалению, мы с вами все живем в недостатке времени, и это, наверное, наша обычная практика. Ничего с этим нельзя поделать. Но в остальном ничего с этим не сделаешь. Нужно как-то привыкать к этому. Еще какие-то нюансы? Давайте сразу. Я прошу вас, коллеги, если есть какие-то вопросы, вы задайте их лучше сейчас. В этом плане и вам будет проще, и проще вашим коллегам сориентироваться в целом по тому, чтобы в работе это использовать. Есть ли какие-то вопросы? Давайте. Давайте вам дадим микрофон. Мы должны сейчас 3 года продолжать? Нет, смотрите, здесь в любой момент присутствует. Смотрите, когда вы планируете свой проект, просто к вопросу, почему планирование 3 года предполагается. Достичь больших результатов за 1 год невозможно. Правильно? Ну, как бы это адекватно. Часть мероприятий, которые с вашей точки зрения, они будут тиражироваться. У нас и цикличная деятельность, по большому счету, в учебном процессе. Но чем может отличаться 1, от 2, от 3 года? Какими-то значимыми точками, которые с вашей точки зрения покажут именно рост. И что это нужно включить? Какой-то вот срез, вопрос формы. Хочется узнать вашего мнения по поводу формата этого. Потому что есть разные форматы, но, как уже показывает практика, некоторые сжили себя, некоторые, но, может быть, нерезультативны. Даже сейчас, когда мы говорим о конференциях, конференции проводят в разных форматах, еще какие-то вещи. Поэтому хочется, чтобы вы в этих временном отрезке что-то показали, что для вас будет являться основным этапом, точкой роста. Особенно это значимо, во-первых, для тех, кто начинает, но и для тех, кто развивается. Но мы прекрасно понимаем, что нельзя что-то построить за короткий срок. Еще какие-то моменты? Давайте. Вы сюда подходите тогда. Которые дистанционно, они просят, чтобы... Рязанский агротехнологический университет, Пашканка Наталья Николаевна. У меня вопрос такой. А вузы, неподведомственные министерства образования могут представлять свои проекты? В принципе, давайте, я в принципе, как и громко говорю, и без этого. Вузы неподведомственные могут представлять свои проекты. Вопросы дальнейшего межведомственного взаимодействия. Сейчас у нас есть задача, конечно же, оценить все вузы, но просто, опять-таки, на подведомственные организации у Минобра есть возможности влияния, да, там, с точки зрения информационных списей, рассылок, а на неподведомственные заставить их, ну, как бы, мы не можем, только можем руководствоваться межведомственным планом, дальше уже каждый решает самостоятельно для себя. Но принимать участие в этом всем и налаживать свои связи, контакты, и в дальнейшем развивать эту деятельность, конечно, нужно. Потому что закон об образовании, он как бы для всех, и для подведов, и для неподведов. Пожалуйста. Обращаю ваше внимание, коллеги, что все-таки Ольга Анатольевна курирует эти проекты от департамента высшепрофессионального образования, поэтому все вопросы самые такие сложные, она ответит вам, она вам объяснит, расскажет. Поэтому если еще что-то осталось неясное, у вас есть возможность спросить, и вам расскажут так, как никто другой не расскажет. Поэтому пожалуйста, задавайте ваши вопросы, и если потом еще будут возникать вопросы, нужно будет обращаться. Я хотела спросить по поводу статистики. Как можно прогнозировать, планировать количество инвалидов, и если их не хватает, то откуда их брать? Ну, конечно, я вообще не знаю, вы абсолютно правы. Знаете, статистика у нас, как показывает опыт, следующая. Ну, вот, по крайней мере, я уже пыталась решить вопрос со статистикой из разных источников. Ну, во-первых, есть такая проблема, когда мы знаем, согласно данным Росстата, количество детей-инвалидов на территории обучающихся, либо завершающих обучение в школах. Дальше есть статистика тех, которые поступают в СПО. Да, есть статистика тех, которые поступают в ИШКУ. Как показывают элементарные математические действия, 40% куда-то пропадают. Они никуда не идут. Фактически, как раз-таки проблемы связаны с тем, которые задаются те, кто, ну, как бы, целевым образом пытаются решить этот вопрос, а куда они, где они, почему они никуда не идут, с чем это связано. Вот, норм... Это тоже одна ситуация. есть. Я знаю, что особенно в те категории, у которых визуально, скажем так, это нельзя выявить, либо есть какие-то моменты, которые можно компенсировать. Дети стараются скрыть это, потому что есть большой психологический барьер к тому, что непринятие, неготовность и так далее. Вообще, на самом деле, проблема не только доступной среды, не только это архитектурная доступность, это скорее вопрос коммуникационной доступности и других моментов, связанных с боязнью идти в ту или иную ситуацию, неготовностью к этому. Это однозначно происходит. Но все равно нельзя сказать, что все эти 40% они так молниеносно у нас излечились и фактически самостоятельно решают свои вопросы. Я опрашивал, по крайней мере, по покупке хвово-интерната города Самара. 90% из покупников в том, что это маленький патологического детей, это было 17 человек, сказали, что отлично мы вообще будем так сказать, то есть у нас нет проблем с здоровьем, то есть у нас вообще нет проблем, мы просто учились в школе и нам давали инвалидность, чтобы мы получали пенсию. Маши мамы мы не выходим и все. вот смотрите, я тоже могу сказать свою точку зрения по этому поводу. Есть мнение тех, допустим, и родителей, с которыми взаимодействуешь на уровне профориентации взаимодействия именно школьного периода, которые считают, что школа для их ребенка это достаточно. Дальше все равно он будет получать пенсию, все равно как-то худо-бедно у него есть определенные социальные гарантии и дальше не нужно идти. Нет, не понимаете, то есть они поступают в ВУЗ и они должны прятать свои владельцы, а не вообще это на которые это бывает. Ну, здесь я не совсем с вами соглашусь. Поступая в ВУЗ по разным основаниям, в зависимости от оценки своего потенциала базового, то есть тех же самых, там, не знаю, ЕГЭ, допустим, да, или уровня, они адекватно оценивают. Если они понимают, что у них есть больше шансов и в квоте, да, при квотировании мест, подается туда. Если понимают, что в квоте там все маленькие проценты и очень большой конкурс между другими категориями, то тогда это по общему конкурсу. И тогда понимают, что это оценка нормальной ситуации, и я думаю, что все дети на это уже сейчас ориентированы, они очень прагматично к этому относятся. Но в дальнейшем, и с чем сталкиваются СУЗы, даже если они на начальном этапе не заявляют о том, что у них есть льготы по инвалидности, то проходит первая там, не знаю, сессия, и когда встает вопрос об формировании, не знаю, социальных стипендий или еще чего-то, то всплывает момент о том, что вот эти документы есть, они предъявляются, в УЗУ становится ситуация того, что он должен решить эту проблему. Эта проблема может связана быть с, не знаю, с физкультурой, с организацией, когда им, ну, как нормальные дети, не знаю, обычные, они как-то хотят себе облегчить жизнь в решении этого вопроса, да, ну, то есть, будем честными, ну, что мы с ними работаем, да, либо еще какие-то моменты, либо какие-то льготы могут, они про это услышат в процессе получения информационного обмена, и тогда это все всплывает. И на самом деле, ВУЗ на сегодняшний момент, я точно уверена, что на этапе вхождения 100% не знает, кто из них кто, и какие группы представляют у нас справки, а какие не представляют. Это как бы тоже одна из проблем. Но это все равно не решает вопросы всего охвата аудитории. Понятно, что нет задачи обучить всех, пойти все в высшее образование. Ну, нет такой, все это адекватно понимают. Но вопрос, сказал, складывается с тем, что есть же обращения граждан, которые описываются и обрабатываются министерствами, да, когда они говорят, вот, я там из серии с такими-то потенциально там одаренный ребенок, там, не знаю, занимаюсь там чем-то, дальше очень много достижений, но я не могу, или я поступаю в ВУЗ, там, да, либо меня не берут, либо я поступил и сталкиваюсь с тем, что я не могу продолжить обучение там, а закон об образовании гласит, что создание условий универсальной доступности мы должны представить. Поэтому попытка, ну, наверное, поэтапно, не мгновенно, но поэтапно решить эти вопросы и назначена, как бы вот здесь. А если говорить, откуда их брать, если их нет, да, но все равно, если мы налаживаем взаимодействие со школами, то показывая практики того, что мы готовы работать с такими категориями, это все равно формирование у родителей определенного снижения барьера недоверия. И я просто посещала вот буквально на прошлых выходных Балабилимпикс, ну, я не знаю, многие, наверное, слышали об этом. И, ну, поскольку как бы ходишь, слушаешь, смотришь, многие родители, которые пришли, они даже не родители участников, а просто посмотреть. И когда я с ними разговариваю, они говорят, знаете, вот я посмотрю, что в принципе это люди нормально к этому относятся, что я вот совсем изменила свою точку зрения, что у моего ребенка там может быть и вопрос там не только получения профессии, но это же еще и занятость, это же еще и социализация по большому счету. Поэтому здесь вот эти разные нюансы присутствуют. Мне кажется, налаживая взаимодействие, мы понимаем, что в некоторых вузах миграция из разных регионов происходит. Просто вопрос достаточности информации о том, как вы готовы к обучению таких категорий по большому счету. Ну, это мое мнение. Вот еще вопрос, пишет, что это социальный, то есть перещает из других регионов допустим, студент, который не считается в помощи какой-то индивидуальной или вот общежития, да, бытовые решать проблемы. Предположим, живя в своем регионе, один он имеет право на социального работника, на какие-то льготы и так далее. Но переезжая в другой регион, он все теряет. Вот как бы это вот межведомственность наладить, чтобы обучаясь в ВУЗе, он не прекращал вот это получать социальную поддержку. Риторический вопрос. Это как бы это риторический вопрос. Вот смотрите. Риторический вопрос. Межведомственное взаимодействие у нас, в принципе, по-моему, так ощущение, что пока еще на этапе становления некоторых вопросов. Но некоторые ВУЗы решают это по-разному, на самом деле. У кого большой миграционный поток, это, естественно, и предоставление общежития. Но это нормальная практика. Да, оборудованы, но для обычных. Сейчас уже есть этап, что некоторые начинают оборудовать для особых категорий. Но по большому счету мы должны понимать, что к особым категориям, я уже разговаривала со многими ВУЗами, у них, как бы, таких вариантов, там, не знаю, колясочников очень маленький процент. А полностью, там, не знаю, незрячих, тоже не очень большой процент. То есть, в основном, мы говорим все-таки с вами либо об архитектурной доступности с пандусами, с расширенными проемами, но это мы понимаем, что это не повсеместно все комнаты должны быть, а не большой процент. И сейчас уже те, кто делают ремонт у себя, они уже на это обращают внимание. Во многих ВУЗах я уже видела общежития, оборудованные для разных категорий, под разные нозологи, по большому счету. Но ведь еще есть момент сопровождения. Как раз-таки, когда мы говорим о сопровождении, вполне возможно, часть ВУЗов, в которых большой такой миграционный поток, они почему-то говорят о социально-психологическом сопровождении. Это и помощь в оформлении документов, которые они могут получить с помощью социальной защиты, да, там, допустим, но уже на той территории, где они находятся. Либо взаимодействие с другими организациями, которые могут предоставлять или предоставлять какие-то виды услуг бесплатно, то есть, чтобы как бы это все решать. Но по-другому, наверное, невозможно. Если мы не будем об этом заявлять и говорить какие-то, что это есть проблема, допустим, даже сейчас обсуждая эти вопросы, ну, они не решатся сами собой. Опять-таки, мое мнение. Можно еще раз вернуться к предыдущим вопросам? Все-таки, где брать эти геологические данные по амболитам, которые находили в школу, которые, я сейчас все ощущаю, проще, мы на что-то выбраться не могли. Давайте. Где брать? Да, значит, в ответ на вопрос, где брать студентов. Дело в том, что среда инвалидов, она, как правило, тесная. Во-первых, они передают из рук в руки, где есть место, где для них есть условия. Я, по-другому, с глухими работой, абсолютно точно знаю, что студенты узнают друг у друга, что им нужно, чтобы был переводчик, чтобы было общежитие. И они готовы, если они готовы учиться, они приедут в другой город. Во-вторых, это информирование через организации, то есть, вот через эти ВОГи, ВОЗы, у них на сайте должна быть информация о вашем учебном заведении, подайте ее туда. Потом, информирование через социальные сети, потому что все равно социальными сетями люди часто пользуются, по крайней мере, глухим, а и точно. И я, так как веду группу ВКонтакте, мне все время приходит объявление, объявить, что колледж такой-то недобор студентов, объявить, что в РГСАИ, Академии искусств, объявлен дополнительный набор, дополнительный набор, да, и мы там тоже даем информацию о том, какие плюсы есть, да, по трудоустройству, по общежитию, по переводчику. И обычно вот этих вещей, их является достаточно, чтобы ВУЗ хотя бы минимум набирал. Вот таким вот образом. Я бы еще, наверное, прокомментировал этот момент сейчас параллельно с проектами, которые мы ведем, про которые коллеги вам рассказывали. Я не знаю, наверное, может быть, кто-то из вас в курсе. В этом году стартовал пилотный проект по мониторингу доступности и качества образования в формате заполнения электронных анкет на сайте Мининского университета. Я думаю, что, может быть, кто-то об этом видел, слышал и так далее. Я поясню. Вам представилась информация о том, что это как бы оценка потенциала ВУЗа, ну, как бы вы ставите свои данные и так далее. На самом деле это определенный инструмент. Портал разрабатывается не как площадка только статистической сборки, а наоборот площадка предоставления информации. Один из разделов данного портала, который будет стартовать с 2017 года, это информация для абитуриентов о доступности и условиях обучения в учреждениях ну, соответственно, высшего образования. на основании анализа ваших данных будет сделана как бы выборка с описательными какими-то механизмами, которые позволят, если ты стабиториент, ну, как в обычную базу данных заходишь, да, пишет там какой-то регион, такое-то направление, хочу обучаться. У него высечивается перечень ВУЗов, которые, соответственно, готовы и уже имеют адаптированные либо программы, либо условия под обучение и так далее и тому подобное. То есть это дает им возможность немножко как бы такой наладить ну, такую среду, может быть, общения и коммуникации. Ну, посмотрим, что получится на самом деле. Здесь очень много моментов, потому что и ВУЗы по-разному относятся к той информации, которую туда вливают. И информация требует корректировки. Я понимаю, что с первого пилотного раза не получится каких-то валидных данных, это нормальная практика решения этих вопросов, но все-таки это один из вариантов, который может привести к вот этой информационной доступности условий в ВУЗах. Потому что многие про это не знают. Честно могу сказать, я просмотрела за этот период сайты очень выдающихся учебных заведений, и только мой, наверное, упорный, пытливый ум позволил мне найти ту информацию о том, что вы обладаете, там, не знаю, пятью, десятилетним опытом обучения инвалидов в своих высших учебных заведениях. У вас есть доступная среда. Даже на главную страницу перед набором можно вывешивать эти значки, по которым можно найти страницы и... Ну, как вариант. Ольга Анатольевна, вот еще вопрос такой вот здесь. Just a second. Я, наверное, отчасти соглашусь с вами, поэтому система любого мониторства, мониторинга, это имеет определенную этапность, да, есть сбор данных, но они еще и верифицируются. Поэтому наша задача сделать так, чтобы это была верификация данных. В некоторых вузах как бы нам это, в принципе, удается. Мы уже отделяем одно от друга. Хорошая презентация или там, заполнение документов, но не подтверждающих. Я не открою вам тайны, но когда я сейчас взяла базу данных, информации, которые внесли вузы вот в этот мониторинг 16-го, я на скидку за 15 минут уже нашла тех, кто, честно говоря, покривил душой. Причем, ну, в каких-то вещах они, наверное, посчитали, что это нельзя проверить, но даже обрабатывая информацию обычными статистическими вещами, ты это легко вычисленяешь, абсолютно легко. И дальше ты уже для себя ставишь галочку о том, что это есть смысл проверить. Ну, вот на сегодняшний... Как они дают... Нет, а сейчас же вы же знаете, что в рамках аккредитации параметр доступности он стоит. Это сейчас при аккредитации будет это учитываться, безусловно. А там уже никуда это не спрячешься, никуда не денешься. Ниоткуда оно мгновенно не возникнет, когда приедет к вам эксперт в руссокридокенстве. Ольга Анатольевна, у меня как раз вопрос, связанный с аккредитацией вуза. Как раз вот очень хорошо, что затронули его сейчас. Скажите, пожалуйста, есть ли вот какой-то принцип разумной целесообразности в части именно адаптированных образовательных программ? То есть, с одной стороны, понятно, что нет, наверное, вообще ни одного вуза, где бы не было ни одного инвалида. То есть, но сказать, чтобы мы сразу подготовили все адаптированные программы по всем направлениям, вот с тем пакетом документов, но это тоже, наверное, совершенно нерационально просто. Зачем? Вот какая позиция министерства по поводу аккредитационных показателей в части этих программ? Спасибо. Я, на самом деле, ну, опять-таки, выскажу свою позицию. Я не являюсь экспертом по аккредитации, тут есть отдельные коллеги, которые в этом больше Рособронадзоре занимаются. Сейчас в межбедовственном плане тоже стоит пункт по обучению специалистов Рособронадзора по оценке этих условий, они разрабатывают критерии, с которыми вас ознакомят как бы в дальнейшем. Понятно, что вот так в мгновение волшебной палочки не происходит то, что вы все программы изменили, адаптировали. Но ведь есть определенный момент обоснования того, что можно адаптировать, что нужно адаптировать в первую очередь, а что нужно адаптировать в дальнейшем варианте. Даже, опять-таки, анализ обычных практик того, что на каких уже направлениях у вас учатся дети, это уже первый показатель того, что условия предоставления данной образовательной как бы программы должны быть адаптированы. Дальше вы понимаете, что все равно есть моменты перспективных направлений с учетом специфики вашего региона, где потенциально можно попытаться там, не знаю, конкурентоспособно трудоустроиться. И есть запрос рынка на таких специалистов. И в этом плане вы понимаете, что с учетом нозологии это возможно. И эти дети у вас там, не знаю, есть. Поэтому тоже нужно в эту сторону двигаться. Должны быть обоснованные какие-то вещи, которые вы развиваете. Но действительно, говорить о общей универсальности, пока у нас... Ну, я не знаю, через сколько мы к этому придем, что у нас любые. Но с другой стороны, ведь адаптация еще идет и не только с точки зрения содержания. У нас содержание это соответствует госстандарту по большому счету. Вопрос условия предоставления материалов для обучения по этим образовательным программам. Ну, а здесь, если вы для себя определили базовый уровень того, что нужно делать, и ваши преподаватели не скопом там все за 15 дней интенсивно погрузились и все обучились, у них тогда просто будет определенный сбой в мировоззрении, а они постепенно к этому привыкают, у вас есть плановые мероприятия по решению этих вопросов в организации, я думаю, что тогда не будет никакого барьера для принятия этих программ, этих детей на программу и доработки. Важно же сказать не то, что вы переделаете, а важно объяснить, что и в каком случае требует доработки и изменения. Содержательная часть не меняется, ведь меняются элементы работы непосредственно практической деятельности со студентом. И, к сожалению, ну я не знаю, может быть у кого-то есть опыт работы, но только по выделенным группам, да, там только с одними, только с другими. У меня опыт работы в инклюзивном обучении, где в группах все разные, плюс из серии там, ну из серии с 30 человек 8 с инвалидностью, 22 обычных. В этих группах как бы работать со всем тоже нужно уметь, привыкать, наверное, как-то и спокойно к этому относиться. Но это определенный плюс. Ну, опять-таки, с точки зрения социализации, того, что они входят в обычный круг и друг у друга учатся. Но это мое мнение. Ну, смотрите, там у нас то, что касается архитектурной доступности по большому счету по этим дорожным картам, правильно, то есть у нас насколько паспорта доступности и так далее. Естественно, в том числе. И вы, когда планируете, потому что есть разные подходы к тому, что как оценили, как спланировали, как спрогнозировали это решение. Но эти как раз-таки документы – это элемент профилактики, что вы не просто там потом когда-то это сделаете и вообще забыли об этом, а сделаете это своевременно по этапам. И вам в праве определить для себя эту этапность работы по большому счету. Ну и закрепите ее этими документами. Патрон, вы считаете, в конверсии права права в Валерию, где есть такая фраза «Ничего для нас, для нас, для нас». Это вы не знаете. Да. Вот сейчас создаются решения о Российской Федерации. Как показывает такой технический риторий, эти инфляционные центры наполняются персоналом в основном из-за казалось из-за ИИ. Но малый процент людей и в-балитах и в-балитах в-балитах. Не кажется ли вам, что в-блевом таких вот вещей, когда вы видите, что в-блевом в-блевом создавайте и либо экспертные экономические либо еще, чтобы была более сомнительная работа? Спасибо за вопрос. Я на самом деле отвечу следующим образом. Вот смотрите, на сегодняшний момент, да, я знаю, что поскольку курирует вопрос по созданию ресурсных центров, те центры, которые создаются и созданы на сегодняшний момент утверждены приказом 1135, насколько мне не изменяет память, в них работает персонал не только из образовательных организаций, но еще и привлекая общественные организации, в том числе общественные организации инвалидов. Потому что без мнения специалистов по этому поводу двигаться дальше сложно. И, наверное, тогда возвращаемся к моему первому спичу о том, что необходимо налаживать партнерские отношения и связи и взаимодействия. Все мероприятия, которые реализуются в данном направлении, с моей точки зрения, невозможно принимать решения за других. Нужно советоваться, нужно понимать, что кому нужно. В том числе это касается и самих студентов, как участников образовательного процесса. Нельзя предлагать практики однонаправленные, когда мы говорим, мы для вас делаем вот так хорошо. Уваженные дамы и господа, из моего опыта, я противник, как сказать-то это корректно, да, вот такого превентивного для вас и только для вас и специально для вас. Нет, должна быть обратная связь, иначе мы формируем междевенчество. Они и так приходят в вуз, и если вы работаете с родителями, с детьми, то преодолеть этот барьер, это нужно хорошо поработать. Вот этого вот мне все должны, потому что я вот и так далее, и тому подобное. Я на первом месте, а потом уже все остальные. Если мы хотим заниматься инклюзивным обучением, то тогда, чтобы не было конфликта между обычными и необычными, нужно формировать одинаковые условия. Да, есть особенности, но у каждого есть особенности. Не знаю, мы с вами разного роста, разный цвет глаз, и они все могут быть нам либо полезны, либо не полезны, да, но с другой стороны, есть технические средства сопровождения решения этих вопросов. У нас есть заявленный процесс проблемы, которую мы пытаемся решить. И в этом плане навязывать всем одинаковые условия тоже невозможно. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что есть разный уровень владения какими-то техническими средствами, да, кто-то приходит, не знаю, и может работать на Брайле, кто-то вообще его не знает, и как бы толку от методических пособий нет никакого. Дети сейчас хорошо работают с электронными устройствами, да, то есть они уже настолько к этому привыкли, это уже часть их неотъемлемой жизни, и там такие программы, которые позволяют им что-то там делать и совершенствовать. Нужно всегда входить во взаимодействие, понимать, не навязывать что-то, а советоваться и привлекать те оптимальные практики, которые могут быть реалистичны. Потому что если мы будем придумывать что-то такое, что вот сверх чего-то, но оно не будет практически работать. Ну, это мое мнение опять-таки. Ну, смотрите, здесь есть разные моменты. Я не знаю, как это правильнее. Даже работая со студентами с незрячими, у них есть два варианта. Они могут действительно работать с тьютором, который их сопровождает и технические средства. Кто-то отказывается от сопровождения тьюторского и пытается формировать самостоятельную позицию в этом плане. И здесь нужно дать возможность все-таки решить, как им удобнее и как им комфортнее. И вот какую-то навязанную систему с моей точки зрения не нужно проецировать и пытаться решать какие-то, ну, не знаю, отвечать на запросы. Да, конечно. Но в любом случае у вас не будет двух одинаковых студентов. У вас даже в обычных планах не бывает двух одинаковых. Они все отличаются. А с такими студентами с особенностями здоровья они у вас все будут отличаться. Их сложно типизировать. Есть какие-то общие подходы, безусловно, но мы от этого никуда не денемся. Для всех мы используем, не знаю, в обычном варианте, мультимедиа или все что-то. Мы же переходим потихоньку на все это. По-большому. Это тоже был определенный шаг. И здесь тоже нужно сделать шаг, который позволит нам достичь результат. А почему выбрана такой стилий, как в любом случае у вас на текущий год с радостью... Я понимаю. Я понимаю, просто... Смотрите, я понимаю, вашу озабоченность. Есть такая ситуация. Ничего не делается просто так и без планирования. Оно не всегда может быть постоянным. С одной стороны, есть программа «Доступная среда», которая принята до 2020 года. Но почему до 2020, я не смогу ответить, не я ее принимала. Дальше, соответственно, я не совсем соглашусь с тем, что должно быть постоянная какая-то зависимость от финансовых источников. Есть что покупать каждый раз или что делать каждый раз. Необходимо в любом случае определенный этап развития. И я не могу сказать, что это должно быть повсеместно. Сейчас мы попробуем сделать первый этап решения таких-то вопросов. Дальше мы поймем, куда нужно двигаться и зачем это нужно делать. Дальше поймем что-то еще. Может быть, будет другая программа, которая поддержит эту работу или совсем все изменится. Давайте как-то поэтапно попробуем, оценим результаты того, что у нас есть, и потом будем уже планировать до 2015, может быть, 2030 или какого-то другого года. Секунду, давайте, вот здесь вопрос. Можно еще, пожалуйста, уточнить маленький вопросик. Мы просто говорили сегодня тоже про категории, три категории нарушения зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Здесь понятно, что нужна и среда и все прочее. Все-таки такое уточнение про общесоматические заболевания. Если у студента инвалидность есть ИПР, но по общему заболеванию нужно ли АОП, АОП и так далее? Вот это все. Смотрите, здесь есть несколько нюансов. Первый момент. Если он требует дополнительных условий, вопрос заболевания бывает разный. Вопрос, что нужно для этого. Если мы рассматриваем, что это дополнительные какие-то условия, то тогда вопрос, какие? Что для этого нужно? Нужно ли сопровождение медицинское, нужно ли сопровождение еще каких-то вариантов деятельности? Поэтому здесь нужно смотреть. И вопрос, что дается в адаптированной программе. Если мы понимаем, что адаптируем мы не только условия представления материала, то здесь каким образом мы к этому можем прийти? и что ему нужно в этом плане, с учетом его общих заболеваний. Если у него отсутствуют разные проблемы, не знаю, что привести в качестве примера, то в принципе в обычном состоянии, на медикаментозном лечении, мы не противопоказаны обучению, и он ничего другого не требует. Ну что? А что вы ему адаптируете? Ну, может быть, бывают такие общесимологические заболевания, где, например, это режим труда и подборка. Я у человека общесимологическое, но не нарушение зрения, не нарушение услуги, не нарушение образа. Ну, здесь вы составляете, есть возможность делать индивидуальные траектории освоения той образовательной программы, как, в принципе, и у обычных студентов это в практике есть. Да, индивидуальный график, он делает вам заявку на решение это вопрос через индивидуальный график, согласуется с преподавателями, объем информации представлен в всех методических рекомендациях и учебно-методических комплексах, он это осваивает. Единственное, уточняется график оценки и, ну, реперные точки сдачи материала, которые он предлагается. Если требуется отодвинуть, там, не знаю, сроки аттестации, либо еще что-то, это решается в обычном организационном административном порядке, я не думаю, что здесь требуются какие-то вещи. Срок обучения вы имеете до увеличить до года? С увеличением срока обучения вы должны понимать, что как только есть вопрос на обучение дольше, то он у вас из, ну, из серии, грубо говоря, 4 в 5 нельзя уложить. Он у вас, в принципе, выбьется на индивидуальную траекторию. Опять-таки, если он у вас приходит изначально с вариантом увеличения, с запросом на увеличение срока обучения, это не противоречит всем остальным нюансам. Ну, можете, да. Нет, это индивидуальная ситуация, связанная с организацией процесса обучения. Вы же увеличиваете сроки в связи с чем? То есть вы дальше, вы график-то не меняете, вы не меняете его процесс основного освоения, основной программы, вопрос выхода на итоговую аттестацию. Нет. Да, время. Время. Той же. Да, конечно. Конечно. Уважаемые коллеги, но поскольку время подходит у нас к завершению, я бы хотела такой небольшой последний момент сказать, что если у вас возникают какие-то вопросы, комментарии, предложения, соответственно, во-первых, вы можете это указать в ваших работах, во-вторых, контакты, которые остались у организаторов курсов, вы в любом случае можете продолжать эту ситуацию взаимодействовать, писать, можете адресовывать это, не знаю, там, коллегам пишите, напишите, адресуйте мне, они мне просто перешлют. Это как бы не проблема. То есть потому что для меня важна все-таки обратная связь с тем профессиональным сообществом, которое реально в этом погружено. Потому что есть на какие-то моменты обсуждения, советов, чтобы что-то предлагать, нужно понимать, как у вас это пойдет, пойдет ли. Поэтому для меня вот это важно. Спасибо. Я отвечу в чате. Потому что интересно, мы знаем все, что мы делаем. Про что? Ну, мы это с вами, в принципе, обсудили, что как их учитывать. А вопрос никак, по большому счету. Если вы про них не знаете, что вы с этим можете сделать? Как только вы об этом узнаете, скорее всего, это будет инициатива самого студента, по большому счету. А пока нормативно требовать от него чего-то другого мы не можем. Ну, он у вас обычный студент. Мы, наверное, сейчас прерываемся, да? Еще не прерываем. И теперь работаем свои правительства. Спасибо, коллеги. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok